всем привет меня зовут катя и я сегодня наконец-то рисую с вами паттерн я сто лет не рисовала паттерны на айпаде но сейчас вернулась очень-очень хочу на паттерн банк и поэтому надо возобновлять свои навыки рисования бесшовных паттернов обычно я делала на компе какие-то элементы отдельно рисовала и далее уже как-то склеивала их разными способами но сейчас на ипаде конечно вот одно удовольствие рисовать и решила сразу их делать тут я буду рисовать в procreate создаю холст 5000 на 5000 пикселей с разрешением 500 точек на дюйм это мой такой стандартный файл чтобы размерчик можно было практически любой сделать и вдохновившись там определенными трендами решила сделать такой черно-белый паттерн ботанический и всякие вот цветочки рисую пока я заполняю центральную часть как обычно это делается и в паттерне в классическом стиле когда ты режешь бумагу и потом склеиваешь все части потом воедино вот но для того чтобы разрезать в программе я буду экспортировать картинку в фотошоп потому что в фотошопе на айпаде в их приложении очень удобная трансформация то есть выделение области прямоугольные которые можно отображать что и очень важно в создании паттернов легко трансформировать то есть это делать вообще буквально в пару кликов чем я и занимаюсь вот собственно экспорт пошел теперь открыто все фотошопе я выделила области перевернула их быстренько и обратно нажимаю экспорт изображения возвращаюсь в procreate и дальше рисую дело в том что в приложении photoshop господи у меня тут кошка на заднем плане орет так что она передает вам привет реже привет фотошопе мне не нравятся кисти я не разбиралась можно ли там как-то загружать свои что-то с ними делать но все равно они фотошопе вот не такие чувствительные они такие живые как в прокреете что вот мне очень важно поэтому я вот занимаюсь таким вот геморроем и экспортирую хотя это на самом деле правда недолго и получаю большое удовольствие от того что вот рисую классными кисточками это кстати кисточка каллиграфия письмо я ее очень люблю она прям вот имитирует мою любимую синтетическую кисть точнее не синтетическую а силиконовую это такие кисточки с резервуарами для воды вот у них какой-то удивительный ворс просто неубиваемый очень гибкий и тушь прекрасно вот с ним вообще дружит и здесь каллиграфия вот такой же эффект дает то есть ты нажимаешь чувствительность стилуса очень классная короче получаю дикий дикий восторг и вот сейчас я практически заполнила всю середину смотрю какие-то еще может быть детали добавить где-то какие-то просветы которые мне не нравятся на самом деле изначально хотела более воздушный какой-то сделать узор но получилось довольно таки плотно и потом я еще обратно экспортирую опять photoshop чтобы вот какие-то дырки заделать смотрю где они еще есть это уже будет последняя трансформация последнее разрезание и дальше вот эти вот мелкие дырочки уже заделываю и вся красота будет практически готова подробное видео как я делаю паттерн на айпаде есть у меня на канале ссылочку постараюсь найти по крайней мере все есть в плейлисте по айпаду и по бесшовным паттерном вот в общем такая красота потом можно этот паттерн поиграться с ним с цветом вместо черного фона сделать какую-то другую заливку все это можно делать при помощи кривых чтобы не выделять там все черное и не мучиться с контуром достаточно будет с кривыми поиграться ну и также менять их цвет вот и далее я в прокреете складываю квадратики чтобы уже не экспортировать на компьютер не определять узор делать заливку это уже дольше потому что тут довольно таки быстро склеил поставил их и видно какой потом получился очень-очень прекрасный для текстиля мне кажется вообще идеальный и очень-очень я им довольна все спасибо большое что посмотрели рисуйте свои паттерны вдохновляйтесь и пишите мне вообще что-нибудь классное всем спасибо всем пока